Сумасшедший он или нет? 67-летний Том Лепард выглядит очень довольным своей жизнью на острове Скай. 99% его тела покрыто татуировкой. Жизнь свою он проводит за чтением книг, прогулками по лесу на всех четырех конечностях. Как Барс, уклоняясь от шума и спешки современного общества, для мужчины, который выглядит как будто он только что принял очередную грязевую ванну, он кажется вполне приятным. Этиен Дюмён. Литературный критик, живущий в Женеве. Покрыт с ног до головы сложным рисунком татуировки. Он также вставил силиконовые импланты под кожу, что придало его голове рогатый вид. 5-сантиметровые кольца в ушах и под его нижней губой, а также большие круглые очки. Идеальное дополнение книжки в стиле ужасов. А вы бы позволили дочери выйти замуж за Рика Гениста? Я уверен, что он, вероятнее всего, окажется хорошим семьянином. Но с до без сомнения, с самым страшным лицом в городе. В интернете мало информации о мистере Генисте. Но мы видим, что татуировки были сделаны в Монреале и очень даже профессионально. Юлия Гнуссе. Родилась со страшной кожной болезнью, под названием Порфирия. Чтобы скрыть следы болезни, женщины стали постепенно наносить татуировки на кожу. После 10 лет татуировок она считается самой татуированной женщиной в мире. Уроженка Бразилии Элайн Дэвидсон может гордиться своими 2500 татуировками и пирсингом. 3 килограмма лишнего веса на лице – это не шутка. Сейчас любительница пирсинга живет в Эдинбурге и утверждает, что она боится вернуться домой в Бразилию, где ее, возможно, будут долго и мучительно бить за такой внешний вид. Тело Кавакаваи покрыто на 75% татуировками и пирсингом, видимо, в целях рекламы собственной студии на Гавайях. Он, несомненно, наслаждается своим грозным видом. Действительно, разрезанный язык, рога и силиконовые импланты вряд ли помогут ему получить работу в детском саду. Эрикс Прага. Родился Эрикс Прага в 1972 году. Человек-ящерица был одним из первых людей, разделивших язык, и в некоторых кругах считается ответственным за популярность данной модификации. Практически все его тело покрыто татуировкой зеленого цвета. Его зубы наточены, и он даже может воззабодать своими кремниевыми имплантами. Видимо, по праву, этот парень официально считается самым татуированным человеком в мире. Он забрал первое место у Тома Лепарда еще в 2006 году. Ему нанесли татуировки на все части тела. Даже его десны и ушные раковины покрыты татуировками. Большая работа была проделана благодаря усилиям сотен художников. Парень перетерпел более тысячи часов боли. Очевидно то, что он также умеет глотать мечи. Первое место занял Деннис Авнер, известный под псевдонимом «Охотящийся кот». 44-летний победитель конкурса уродов действительно напоминает своим видом, что чудовища не перевелись на нашей планете. Он прошел все стадии модификации тела. Татуировки, импланты кремния на лице, наточенные зубы, хирургические операции на ушных раковинах, пирсинг, когти, раздвоение верхней губы и даже приобрел себе тигриный хвост.